Я рад начать очередной стрим, снова совместный стрим, снова с психологом, как уже однажды, с психологом Мариной, вероятно, кто-то из вас ее знает. Привет. Как вам меня слышно, как видно? Сегодня мы поговорим на очень заряженную тему. Вот и Марина заряженную, заряженную, контроверсную. Как это еще сказать? Марин, попросись в стрим, и я тебя добавлю. Так-так. Заходите, заходите, не стесняйтесь, сегодня будет такая тема, я даже немного волнуюсь. Блин, давно не было у меня этого. Просто дело в том, что это, знаете, это тема трансактивизма, наверное. А я вообще никакой не трансактивист, по крайней мере, я, наверное, трансактивист, поскольку я, блин, алтер, да, я есть в ютубе, и я что-то рассказываю про транс, и что это все хорошо. А есть люди, которые говорят, что транс – это нехорошо. Соответственно, я уже активен в этой области, и таким образом активист. Но я совсем-совсем не считаю, что я активист, потому что для меня активизм – это политика, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, это для меня вообще совсем не моя территория. Я за добро и информацию, вот. Но, тем не менее, я решил сделать этот стрим на тему того, что там происходит сейчас с Джоан, я не знаю, как ее полностью зовут, Роулинг, автор книг про Герри Поттера. Так, походи. И я вступление продолжу. Так-так-так. Привет. Привет, сейчас. У меня с компа не получилось зайти, сейчас пробую с телефона. А с компьютера не получается, да, стрим. Ну, да, если... А ты немного против света, а ты можешь... Сейчас, я тут, у меня же телефон, и... Ага. Окей, я просто дальше... Я думала, что с компьютера получится. Я просто дальше поболтаю в вступлении, да, а ты пока настраивайся. Ага. Вот, значит, я тут коротко сказал, о чем будет стрим вообще, откуда все это пошло, почему я вообще решил податься в тему такую в некотором роде контровержную, да. И тут есть два полюса, я бы даже сказал. Один полюс — это очень активные транс-активисты, гиперактивные, наверное, я бы сказал. А есть другой полюс — это гиперактивные феминисты и феминистки. Вот. Ни Марина, ни я не придерживаемся ни одного, ни другого полюса. И я надеюсь, Марина, ты согласишься, что мы оба абсолютно против насилия, угроз и каких-либо... не айс-высказываний, как это сказать, коммуникаций, которые... где обиды, где наезды, мы оба против таких высказываний. Вот. Мы за коммуникацию, которая ведет к взаимопониманию. Вот. За конструктив. Конструктив. Вот это слово я никак не мог вспомнить. Вот. И сегодня, почему я именно позвал Марину в этот стрим? Потому что так получается, что Марина, насколько я вижу, да, ты больше склоняешься к мнению роли. Я не то, что склоняюсь, но тут просто возникли ситуации. Есть, в ее словах есть доля как бы правды, ну, есть нюансы. Я как бы не слежу за ней, как за... ну, именно за ее высказываниями. Я вообще был не в курсе. Вот. Ну, просто я начала спрашивать через знакомых вот про роли. И все говорят, да-да-да, слышали. И все рассказывают разное, что слышали. Поэтому я даже уже не знаю этот... Есть очень много версий, что было на самом деле в ситуации с роли. Я расскажу, я расскажу, что было. Но сначала давай мы тебя тоже представим. Значит, для твоих зрителей. Я трансмужчина, мне 38 лет, у меня есть канал на Ютубе и здесь на Инстаграме. Я веду канал о том, что такое трансгендерность, транспереход. А также я коуч. И я делаю, помогаю людям понять, нужен ли им транспереход. И многое другое. А ты психолог, ЛГБТ-френдли, психолог. Скажи, может, пару слов о себе для моих зрителей. Опять, ну, психолог, ЛГБТ-френдли. Ну, это одна из моих идентичностей. Это не значит, что я работаю только с ЛГБТ, но в том числе и сфера. На данный момент продолжаю обучение в магистратуре. И дипломная работа у меня на тему будет социально-психологическая адаптация личности из гомосексуальной ориентации. Угу. Окей, спасибо. Вот уже первый комментарий. Стоп, трансактивизм – это не агрессия. Мы просто отставим свои права и занимаемся правосвестительской работой. Я абсолютно согласен. Я не сказал и не говорю абсолютно. Очень хочу подчеркнуть сейчас, что я не приравниваю трансактивизм к агрессии. Я сказал, есть трансактивисты, которые проявляют агрессию. Они есть. И сегодня мы без какой-либо агрессии просто… Я бы хотел разобрать стейтменты, которые выдвинула очень влиятельная женщина в нашем сегодняшнем мире. Человек-автор книг Гэри Поттера. Она очень влиятельна. Ее слово распространяется быстро, молниеносно по всему интернету. У меня 12 тысяч подписчиков, у нее миллионы. Я не знаю сколько. То есть я что-то там вякнул, пара человек покивала, а она сказала или написала… Она сказала в Твиттере сообщение. Так по всему миру разнеслось. И прямо дискуссии и так далее и тому подобное. Так, давайте я сейчас просто коротко введу в тему. По-моему… Я сейчас без дат. Значит, сначала была женщина, или есть она, ее зовут Майя Форстейтер в Британии, в Великобритании она живет. Она активная. И, кстати, среди людей, зрителей, которые сейчас смотрят, если вы знаете, если я что-то не так говорю из фактов, поправляйте меня сразу. Потому что я надеюсь, что я сейчас достаточно подготовился, но если нет, поправляйте. Она отстаивает права женщин. Она феминистка. Но она такая феминистка, которая… Она не Терф, на мой взгляд, но она, собственно, получается делает вещи, которые говорят, что делают Терф. Терф – это такой термин, это сокращение «trans excluding radical feminist». Транс-эксключающие радикальные феминистки. Я ни одну не встретил живьем, поэтому я не знаю, кто эти люди. Я понимаю, что есть люди, которые говорят, что транс не существует как понятие, как идентичность, все это надумано и так далее. Вот это такая есть позиция. И они защищают права женщин, но исключают любых транс. Я так понимаю, и транс-женщин, и транс-мужчин. Я не знаю, является ли она такой активисткой. И по сути это не важно. Важно то, что она заявила, продолжает заявлять публично о том, что транс-женщина не может стать женщиной, что женщина – настоящая истинная женщина. Это та, у которой х-хомосомы. И так далее. Бывают. Я когда себя осознала, казалось, половина знакомых Терф. А, ну, ох, постараемся все-таки информацию распространять в позитивном ключе. И эта женщина, она подняла прямо целый, подняла, как это говорится, краудфандинг в кучу денег, защиту той идеи, чтобы транс-женщин не пускали в женские фуалеты. Вот это одна новость. Не новость, а линия информативная. Роллинг. То есть та женщина, она, по сути, никто. Она просто, ну, она стала известной в СМИ. Но она первоначально была обычной женщиной, которая работала на обычной работе, вроде как что-то с налогами. А вот она подняла кучу бабла. Эта работа, эти... Ее фирма ее уволила. Но не за это ее действие, а за ее твит, в котором она сказала, что транс-женщины не могут стать женщиной. Если я правильно сейчас говорю. Если кто-то сейчас точно знает формулировку, пишите, если сейчас это, ну, существенно. Факт в том, что ее высказывания трансфобны. И с этим, насколько я понимаю, никто не спорит. Но Роулинг написала твит, что, вау, ребята, спите с кем хотите, делайте, что хотите. Но зачем увольнять женщину за то, что она сказала, что секс, то есть полк, существует. И вот это высказывание в защиту трансфобного высказывания повлекло за собой огромную волну негодования от транссообщества. После этого, и об этом я сделал видео, это еще пока что мягкая трансфобия, и об этом мы можем поговорить. А после этого бедная Роулинг, я сейчас говорю бедная, потому что она, блин, просто один человек, который не очень-то все понимает, мне кажется, кого она как-то играет. Она получила Меган Шит, что Шит Сторм, что тоже не окей. И она решила, что надо защищаться. Я так это вижу. И защищается. То есть на нее нападают, на нее ей угрозы какие-то делают. Насколько я понимаю, даже ее бывший муж сказал, что он не жалеет, что он ее бил. Хотя это слухи, я не знаю, но это тоже ноу-гоу, я считаю. Вот она, защищаясь, написала эссе, в котором полным-полно таких тонких штук, где вот реально она прям по краю ходит. Она вроде с одной стороны говорит, что она за транс женщин, она хочет, чтобы у них все было хорошо. Но с другой стороны, она тысячу раз их миссгендерит или и трансмужчин миссгендерит в своем эссе. И она допускает какие-то такие в кавычках оплошности, что ли, которые снова могут повлечь за собой и уже повлекли волны негодования. А вот об этом я хотел бы сегодня поговорить. Вот. Сейчас я прочитаю комментарий. Я надеюсь, я бы меня понятно ввел в тему. Так. Сами радикальные феминистки говорят, что человек, который прошел мужскую гендерную социализацию, не может понять, каково быть женщиной и потенциально опасным для женщин. Но они не исключают транс парней. Вот сами. Просто я получал уже комментарии от ТЕРФ о том, что я никакой не парень. То есть я никогда не парень. Ибо они биологические женщины. А ТЕРФ считают... А, это радикальные феминистки, да. А ТЕРФ считают демонизирующим понятием, из-за которого травят. Ну да. Есть те, кто реально считают интерсекс больными, не признают гендерную теорию. Ну окей, ну как бы есть всякие разные люди. Так же как и, кстати, среди транс-людей есть самые разные люди, среди цис-людей есть самые разные люди, есть преступники, есть среди мусульман преступники, а есть просто люди, которые верят в ислам. То есть нельзя же говорить, что если один мусульманин где-то бросил бомбу, значит все теперь, кто верит в ислам, злые террористы. Точно так же нельзя говорить о каком другом сообществе, что если где-то увидели одну ситуацию что это распространяется на всех вот и так я надеюсь я окей сказал то что вот предыстория и вот есть парочка моментов которые важно точнить иногда свет не очень получается в общем парочка моментов которые вот в ее эссе могут вводить в заблуждение и почему вообще я разбираю эту тему потому что почитав ее эссе люди которые не в теме не в транс теме могут быть введены в заблуждение и думать что вообще все транс активисты или не активисты просто опасны их высказывания опасны что транспереход может быть опасным что вообще идея того что более легкий сделать переход чем это сейчас в разных странах по-разному что это плохо но это мы кстати обсудим вот и конечно свобода мнения но мне понравилось высказывание одно свобода мнения не значит свобода от последствий вот и эти самые последствия я предлагаю сегодня обсудить это одна из тем это то что кто такая женщина определение кто такая женщина когда она говорит женщина и очень многие вообще когда говорят женщины имеют ввиду человека который родился в биологически женском теле и не разделяют цис и транс а транс сообщество призывает к тому чтобы включить транс женщин в вот в это понятие как его назвать umbrella term ты говорила собирательный термин а так можно сказать зонтичный да он так и говорят о вау не знал здорово зонтичный странно звучит но собирательный понятно термин да женщин также мужчины это цис транс мужчины женщины могут быть темнокожие могут быть цис могут быть кореглазые могут быть транс и так далее все это женщины и это первый камень претновения получается потому что не все с этим согласны а когда с этим не согласна такая влиятельная женщина как роллин то она как бы ведет за собой определенную толпу которая говорит вот женщина не женщина а это трансформа вот предлагаю начать с этого начать с этого сказать мое мнение сейчас я только прочитаю один комментарий хорошо а есть феминистки которые сталкивались с неловкими ситуациями когда например одну попросили не говорить об обрезании ибо это может кого-то триггернуть вообще в принципе что касается триггеринга то есть триггернуть может любое высказывание любого человека ты это тоже в нашей дискуссии тоже сказал я совершенно согласен я скажу больше даже про триггеры это в принципе важно с самого начала обозначить психологи всегда знают что в работе с клиентом любая фраза может триггернуть как бы он не знал клиента как бы он не обходил какая-то фраза может его вернуть в какую-то травму историю ситуацию поэтому как бы есть разница между специально как триггерить макать в эту травму или в эту ситуацию а есть непроизвольно поэтому это просто принять это может быть такое так жизнь устроена тут надо прояснять тебе специально это делать триггерят или это ну так случается как бы каждому это просто есть такой момент исходить из того что не специально да просто чтобы понимали если кого-то что-то триггернуло это как бы ну не было цели это непреднамеренно и что-то у вас возможно за этим стоит какой-то опыт свое что-то это касательно вообще любой фразы это даже это вообще про все что угодно про все что угодно работовая вещь может да или что касается вот в данном случае транс темы тут триггернуть может незнание другого человека он мог не знать например да что трансженщине обидно слышать что она не входит в этот зонтичный как это зонтичный термин зонтичный термин да женщина потому что именно это и есть источник гендерной диспарии это самое прямо вот яблочко куда можно тыкать трансгендерному человеку и говорить ему нет ты не женщина или нет ты не мужчина вот это больно всегда любому транс человеку вот поэтому это ну соглашаться не соглашаться но знать это нужно если работаешь ну если работаешь да если это обычная коммуникация то такому человеку неплохо бы просто озвучить что вот это прошу вот это в принципе ты в видео говорил обозначить что вот это меня ранит фраза это просто ну коммуникация должна быть личная а если к вопросу про полу то вот все таки есть разница то что я наблюдаю смешение пола и гендера и она очень как бы сейчас я попробую сформулировать чтобы это выразить чтобы никого не триггернула как бы вот про ну почему да женщины пол я провела даже небольшой такой опрос среди своих знакомых на тему того кто знает термин цисгендерность среди среди моих знакомых людей среди тех кто относится к ЛГБ среди тех психологов которых я знаю ну которые не работают именно в этой сфере но которые как бы психологи и вот как бы в моем окружении там были люди из России из Украины кого я опрашивала а еще некоторых там есть из Германии немножко и оказалось что они вообще не знают этот термин ну да то есть в принципе это не я тут не душусь это от комаров потому что меня иначе сейчас сожрут ага но это факт это факт нужно информировать поэтому если говорить о том что эти люди неправильно используют слово женщины то это тоже как бы ну нечестно то есть человек учит биологию человек в документах у него стоит слово секс а не гендер и как бы он и получается как бы он типа неправ и ошибается если на этот взгляд как бы ну вот я размышляла да что бы могло быть оптимальным то разделять гендер и пол и на крайняк вводить тогда в документах то есть если какие-то это лечебные то есть врачу важно знать у которого ты наблюдаешься то есть какие-то это должно быть и ставить и тогда допустим в паспорте или где там гендер или как-то так обозначивать потому что исключить и убрать совсем пол ну ты же сам понимаешь вот очень важный момент спасибо что ты его затрагиваешь это пункт для дискуссии и это говорит Роллинг в своем эссе она говорит какой ужас то есть я за инклюзивность я за то чтобы помогать трансженщину я понимаю что им приходится не сладко но транссообщество трансактивизм зашкаливает он пытается отменить биологический пол и заменить его на гендер это она пишет и это ты сейчас в принципе в какой-то степени говоришь я слышала непосредственно от активистов фразу о том и кстати это и в интернете есть и в таком контакте была фраза о том что использовать в принципе озвучивать термин что женщина это взрослый человек женского пола это трансфобно ну тогда у нас получается просто если по логике все книжки все анатомии все сжечь документы свидетельства понимаешь когда это идет про борьбу и вот это все иногда это звучит до такого люди вот они смотрят я учил биологию вот я смотрю свои документы почему как бы я женщина что-то другое вот взять того кто вообще не в теме у кого нету никого ни близких ни знакомых особенно маленькие города да да ну так для этого мы и информируем людей чтобы начинали все больше и больше понимать что это что то что написано было в книжках по биологии то это не все что есть есть больше и вот тут один важный момент транс сообщество не пытается отменить биологический пол потому что если бы я скажу сейчас мы говорили мы транс отрицали существование биологического пола никто бы не делал переход да то есть это очень важно это очень важно и тот вот момент что то есть да есть биологический женский биологический мужской пол пол вообще я тут себе я подготовился есть ганадный пол есть хромосомный пол есть первичные половые признаки да это все говорит о биологическом поле из-за этого врач устанавливает родилась девочка или родился мальчик тут начинаются дискуссии насчет того а куда же запихать несчастного интерсекс человека он не вписывается ни туда ни туда это актуальная тема на тему что полов два есть интерсекс и вот что с этим делать да это надо вот но но хотя бы вот просто важно что транслюди совершенно не отрицают существование биологического пола транслюди говорят что дополнительно к биологическому полу существует гендерная идентичность вот и именно она важна в случае у трансгендеров которые должны иметь право сказать и быть услышанными что они себя чувствуют вот так я не отрицаю что я родился в биологически женском теле но я себя чувствую мужчиной с самого рождения сколько я себя помню я себя чувствовал мальчиком для меня просто это не совпадает гендерная идентичность и мой биологический пол мои хромосомы у меня во всем остальном все признаки как у биологической женщины но для меня даже произнесите это неприятно потому что ну я не там в моей голове я всегда был мужчиной и поэтому нужно добавлять именно вот эту самую идентичность гендерную идентичность но то что ты сказала если мы это добавим в документы вот тут начинается проблема потому что тогда мы аутим транс-человека перед всеми везде в аэропорту я даю мой паспорт и там будет написано биологический женский пол самоидентичность мужчина это уже вынужденный аутинг я думаю что выход в данном случае это писать тот пол в свидетельстве рождения который человек себя воспринимает то есть при переходе да мы же меняем свидетельство рождения и тогда это сбавляет гендерную дисфорию просто вот знаешь процентов на 90 когда я получил свое свидетельство рождения я думал я заново родился это такое чувство потому что ты просто понимаешь что как бы произошла ошибка которую ты думал что никогда ничто не исправит никогда и оказывается в нашей в моей жизни существует способ эту ошибку на бумаге исправить так что ведь откуда гендерную дисфорию так что все общество в аэропорту где угодно просто на улице будет видеть во мне мужчину не только из-за того что у меня низкие голоса борода теперь а еще и потому что я могу показать паспорт и там тоже написано м если там будет написано еще и дополнительно где-то ж как секс пол ж а гендер м то нет то моя гендерная дисфория а если говорить о враче то мой врач меня спросит он меня спросит и я скажу ну это если так а если не дай бог ЧП ты попадаешь смотрит документы и как бы ну вот если враче врач очень быстро все поймет врач ну правда потому что ну это врач все таки по крайней мере ну смотря какое ЧП конечно и если я не знаю если я сломаю руку это не важно если у меня инфаркт это наверное тоже в какой-то степени не важно в основном они смотрят на мой вес на мой рост а вот хотела я у тебя уточнить вопрос сейчас мы говорили я вспомнила что у врача что это на тему анализов анализы ты ну я не знаю как у вас когда у нас даешь там где референтные значения там ухаживаются женские и мужские это же основано тоже на биологическом поле смотря какие анализы например если анализы гормонов и смотрят например мои уровни тестостерона да и эстрогенов и так далее там смотрят на мужские параметры потому что я у меня доминирующий гормон тестостерон они должны быть мужскими нет обычный там гемоглобин он влияет он же тоже разный есть многие результаты обычные человеческие общечеловеческие которые различаются параметру по полу они же все таки По биологическому полу различаются? Да. Там они различаются в частности, потому что на них тоже влияют половые гормоны, вообще-то. Но тут уже лучше спрашивать врачей. Я с моим эндокринологом разговаривала, он говорил, что мои значения сместились в сторону мужских, и что это окей. И как бы тут я ему просто доверяю. Давай мы коротко сделаем паузу, и я почитаю комментарии, потому что уже немножко накопилось. Ой-ой. Так. Если ставить транс и цис, а не полдокументов, то будет еще больше дискриминации по путевному признаку. Да. Вот это то, что я тоже сказал. Так, я надеюсь, я там не пропустила. До этого никакого комментария. Упс. Инстаграм немножко скачет. Так. Предыдущего комментарию плюс. Ага. Поддерживаю, что ты говоришь, у меня похожие мысли. Это не транс люди говорят про идентичность, а психиатрика, это часть диагностики и диагноза. Так. Угу. Так, 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 так. Но есть ведь простейшее решение. Просто убрать деление. Не делать МЖ-туалет, а кабинки без деления и душ и так далее. А документы переделать без особых проблем. Ну, это да, но просто есть такие вещи, как общие раздевалки. То есть вы предлагаете сделать вообще просто... Индивидуальные раздевалки. Индивидуальные. Да. Ну, я так, я считаю, это вообще самый идеальный случай в принципе, потому что не каждый человек, даже если там берем цис-женщины, не все хотят раздеваться при других цис-женщинах. Да. Поэтому как бы индивидуальное, да, это самый идеальный вариант для всех людей. То есть в некоторых случаях в жизни опасно, когда будет указано плюс-жепл. Да, это очень может быть опасно. То есть, с одной стороны, это влияет на мою дисфорию, а с другой стороны, если я где-то так покажу мой документ, то все, это уже стигма и правда опасно. Еще было что-то именно по этой теме, потому что есть пару пунктов. Нам не обязательно все обсудить, но просто есть. Ну, то есть давай продолжай дальше, я, может, что-то вылетела из наловы. Вот, так, значит, есть такая тема. Вот сейчас мы вот заговорили про туалеты, да, давайте про нее, потому что это прямо острая такая тема. Есть такое вот мнение, и оно вот у бедной роулинг, потому что, не знаю, мне кажется, что мне ее немного жаль в очень, в общем, в очень таком позитивном смысле, не то, что я ее жалею, а как бы, я думаю, что она совсем не злой человек, она просто недоразобралась в теме и влезла, вот влезла реально вот в бяку, и теперь никак от этой бяки не ототрется, потому что, ну, она прям, да, влезла, короче. В общем, она тоже защищает это мнение, что, о, если мы разрешим любому, и вот тут она, внимание, триггер, мужчине, который думает, что он женщина, она сейчас мисс Гендерит, трансженщин, заходить в женские туалеты, то мы распахиваем дверь любому мужчине, который просто захочет зайти туда. Вот, это очень опасная тема, такая, сложная, потому что речь идет о, как это слово тоже, о единичных случаях. Действительно, в Америке пару лет назад был случай, когда, я точно сейчас не назову, но, я так понимаю, был такой случай, что трансженщина, действительно, трансженщина, вроде бы, якобы, якобы напала на девочку в туалете, но, по-моему, и это было опровергено, то, что там вовсе, в общем, ладно, ну, представим себе, представим себе, что была такая ситуация, где трансженщина, действительно, преступница. Окей. Но это же не значит, что теперь все трансженщины, только потому, что у них член, может быть, и этот триггернет кого-то, потому что, да, это также может триггернуть, как говорить, что у мужчины на букву К, будет сразу же кидаться на цис-женщин, просто потому, что она не управляет этим своим органом. Блин, мне ответить. То есть, трансженщины, они тоже женщины, им нужно где-то переодеваться, и им также страшно, и очень не хочется идти в мужскую раздевалку, потому что она женщина, так же, как я хочу идти в мужскую. В чем тут проблема? Про трансженщин, там все понятно, вот как ты говоришь, то есть, они сами испытывают переживания, слышно, да? Мне, да, я просто закрываю микрофон, потому что мне... Вопрос, проблема в другом, что если это включить, ну, опять, я не проверяла информацию дословно, ну, вот как говорят, вроде в Канаде, там уже хотят вести, что ты просто, я вот хочу идентичность, тебе выписывают новые документы, и ты вообще ничего не делаешь, то есть, даже социальный переход, не все, то есть, ничего не делаешь. То есть, ты вот как выглядел, как цис-мужчина, только поменял документы, и у тебя автоматический доступ везде, в раздевалке, в туалет. Да, но ты же заходишь в раздевалку не по документам. Не, ну, смотри, дает право, это на случай, если его выгоняют, то есть, заходит как бы, ну, я видела скрины, когда человек, вот, бородатый дядька, визуально, я его идентифицирую, он пишет, там, здравствуйте, дамочки, я себя идентифицирую, как женщина, я не хочу делать социальные переходы, все, я меняю документы, и теперь у меня есть доступ везде как бы ходить, то есть, если он попадет в раздевалку, ну, я тебе, если что, сброшу, если девушка, например, вызовет, там, смотрите, охрана, тут мужчина, он покажет документы, он, женщина, имеет право тут быть. Женщины, с женщиной, они боятся этого, что под шумок... Под шумок... Под шумок... А как? Прости, я не хотел перебивать. Под шумок... Под шумок пойдут другие. Понимаешь? Ну, как бы мы же знаем, что есть люди, которые, в принципе, трошки неадекватные, и насколько будет... Это к вопросу, насколько это будет разрешено. Понимаешь, защищая женщин, защищая... защищая цис-женщин, мы защищаем цис-женщин, не пускаем транс-женщин в женские раздевалки, туалеты, и таким образом мы оставляем транс-женщин на улице. Значит, надо подить тоже раздельно, либо должна быть какая-то... я не знаю ту ситуацию, которую описывала Роулинг. Если это действительно речь о том, что любой меняет документы... Я скажу, что она описывает. Она описывает примерно то же самое, что ты сказала, что для того, чтобы получить документы, это называется в Америке, в Америке, в Британии, это называется GRC, Gender Recognition Certificate, это наш диагноз F640, справка, который меняет, который разрешает менять действия о рождении. То, о господи, побегут все мужчины менять свои документы, чтобы пойти в женский туалет. Все нет, но какой-то риск есть, откуда той женщине знать. И смотри, вот в этом месте, вот как бы, да, ты озвучил, что это может триггернуть, у меня нету цели этой. К примеру, берем раздевалку, какое-то общественное место, раздевалка женская. Я иду туда с ребенком. И там есть транженщина, но которая, как бы, если вот, ну, как спортзал, раздевалка. Да. Что? Ну. Во-первых, да, во-первых, мужчина, вот я, да, вот тут комментарий, я согласен, просто не успел сказать с комментарием. Что это за мужчина, который говорит, что он женщина, не хочет делать социальный переход, но менять документы? Я ни одного такого не знаю. Зачем им менять документы? Если он не делает социальный переход, для чего? Я найду скрин, и я тебе пришлю. Ну, это же другой вопрос. Для чего? Это же надо разбирать. Просто если такое и есть, то это будет единичный случай, который может быть, сравним с, окей, у человека может быть шизофрения, я не знаю, что у него еще с головой, но это не трансгендерность. Это не трансгендерность. А когда мы говорим об этих случаях вот так вот публично и говорим, что из-за этого нельзя, из-за какого-то такого идиота нельзя пускать нормальных транс-женщин в раздевалке, у которых, кстати, был, да, до этого комментарий, не у всех у них есть. Нет, я знаю. Вот к вопросу, вот я же говорю, поэтому вводить бы какое-то, если это общественное, где я могу быть с дочкой, ну, к примеру, раздевалка, фитнес-зал, вот, да, я ходила. Так, точка. Если туда, там переодеваются прямо здесь. Все переодеваются, и все это. Да. Если мы возьмем транс-женщину, которая еще не делала нижнюю операцию, и которая там же раздевается, то есть меня может триггернуть просто половой орган, а не ее идентичность. Понимаешь? А как ты думаешь, она правда будет его развешивать на общевидение? Смотри. Вот я в обычных мужских переодевалках, ты знаешь, как я там всегда пряталась? Да я до сих пор, даже после полопластики, я не вывешиваю наружу, потому что я все равно думаю, ой, а вдруг, а вдруг увидят и скажут, э, он какой-то у тебя не настоящий. Никто не скажет, я уверен. Но сидит где-то, и я уверен, ну, не знаю, я уверен, что трансженщины точно не будут вот так вот показывать. Она, скорее всего, будет переодеваться, как я всегда переодевался, где-нибудь в углу, и точно не показывать свое тело. Смотри, ну, вот я тебя звучу, адекватные трансженщины, да, но, как бы, мы прекрасно понимаем, что все транслюди, обычные люди, гетеро, би, гомо, все, это люди. Среди них тоже есть агрессивные, и которые асоциальные. Страх только за это, не из-за того. Всем приятно быть с адекватными людьми, а тем более, если брать к тему туалетом и все, тяжелее тем людям, которые, в принципе, не коммуницировали с трансгендерными женщинами, никогда, понимаешь, которые вообще не знают таких людей в реальности. Им сложнее это понять и представить, потому что они не сталкивались. Да, и есть разные страны, и страны по-разному продвинутые. Россия, я слышал, по-моему, у Coming Out, у выхода был стрим, и там, не по-моему, абсолютно точно, в ВК, они проводили стрим о том, в какие страны бежать, если хотите бежать из России из-за новых законов. Россия находится на 70-м каком-то месте, что касается адекватности к транслюдям. А Шотландия, нет, Швеция, Швеция находится на первом месте. Германия, по-моему, то ли на пятом, то ли на шестом. То есть я разбалован невероятно, я прекрасно знаю это, я даю себе это отчет. Так даже я ходил в сауну, в Германии распространено ходить в сауну, в сауне нужно быть голым. Я закрывался, но пару раз у меня была мысль, а дай-ка я не буду закрываться, до фаллопластики. Потому что я верил и видел, что люди адекватные. То есть зачем мне закрываться, чтобы показать, что я существую. Понимаешь? Мы существуем. И вот прятать от детей трансженщин, у которых еще не было нижней операции, это значит прятать факт, скрывать факт, стирать, понимаешь? Стирать транслюдей из сознания людей. А это не есть прогресс. Вот. И вот это важно. Это нелегко понять. Тут даже речь не о том, что как может травмировать твою дочь или любого ребенка. Можете половые органы? Легко. Да. Легко. Это очень много ситуаций. Но сделаем отдельный эфир, все. Это отдельная тема. Особенно зависит от того, как воспитана девочка, как видела. Ну, хорошо, давай, на чистоту. Я сама. Та девочка, которая, когда первый раз увидела вот так у человека, у взрослого, у меня была травма. Скорее всего. То есть это было состояние шока и все просто. Потому что если я знаю женское тело, и меня оно не травмирует, потому что вот, я его знаю. Ну, это не у всех, но это может быть. И я бы не хотела, чтобы моя дочка вот так, знаешь, сюрприз. А вот так она выглядит. Я понимаю, я догадываюсь, почему у тебя была травма. и знаешь, это интересно, что роллинг, она тоже приводит в какой-то случай в своей жизни, что у нее, на нее, это другая немного ситуация, более, более, более страшная. На нее напал человек, да, и она боялась за свою жизнь. На нее напал цист мужчина. Вероятно, в туалете, я догадываюсь. И она боится, что такое будет случаться теперь еще чаще, если транспереход будет проще доступен. Это тоже самое, просто чуть-чуть больше ситуация, мне кажется. Я считаю, что если с самого детства вот в той же Германии посмотреть, детей водят в сауну, ФКК, это ФКК означает, что голые люди там. Freikörperkultur, это переводится, ФКК, свободное тело, культура свободного тела или открытого тела. Если бы все дети с самого раннего детства спокойно видели просто, что есть вагина, есть пенис, есть грудь, есть волосы внизу, есть подмышкой, то это просто тело. Посмотрим, например, там народы в Африке, да-да, они там все голыми ходят, у них даже секс при детях, по-моему. Я не говорю, что нужно сексом заниматься при детях. Я говорю о том, что как воспитывать с самого раннего детства так и будет... Есть еще же люди с разным религиозным компонентом. Если мы еще пойдем туда, есть разные религии, разные верования, относительно, что можно, что нет, что допустимо. Если взять те, которые совсем жестко воспитываются, какие-то религии, мусульманские или все, представь таких девочек. Тут очень... Эти страны будут, наверное, еще ниже, чем 70, какие-то понимания. я не знаю, слышал ты или нет, по-моему, в Ираке, да, это там, по-моему, смертная казнь за гомосексуальные... Ну, я их путаю. Смертная казнь за гомосексуальные акты, и поэтому там распространена именно пластика по переходу и оформляют, чтобы тогда не было смертной казни и как бы официально меняют и из-за этого есть. Тут мы еще в один пункт нырнули, который тоже озвучивает Роленька о том, что она боится, и она не одна, кто это озвучивает, она боится, что из-за СМИ, из-за вот этих YouTube-каналов и Instagram-каналов, как мой, к подростке, например, девочке-подростке, которые еще не научились принимать себя как девочку или какой-то, может быть, страх от очень большого ожидания к ней как девочке, на слушание замечательных трансисторий, и чтобы избежать тяжелой судьбы женской, пойдут делать транспереход. Также трансмальчики, чтобы не быть гомосексуальными, если они чувствуют, что им нравятся другие парни, пойдут на транспереход в сторону женщины, чтобы быть нормальной парой. Про гомосексуальный переход, это действительно есть такая тема, особенно те страны, где нельзя гомосексуальные браки, и они тогда заключают как гетеросексуальные, это на самом деле есть тема, но там люди как бы осознают, что и зачем они делают, то есть там это как бы там уже про взрослые, вот осознанные выборы, там как бы вот, ну я неоднократно с этим сталкивалась, с этой информацией. Но это не транс-люди. Да, я согласна, но смотри, это ты знаешь, это знают те, кто разбирается, а мы берем вот тех, кто там за окном у меня сейчас ходят, они не разбираются, они вообще в этом не разбираются. Есть люди, которые не отличают, что такое трансвестит и что такое трансгендер, понимаешь? Ну для этого мы информируем. Вот, и кстати, насчет твоего канала, я тебе сейчас комплимент сделаю, у тебя адекватный канал, вот твой канал очень бы я рекомендовала тем, кто себя вот ищут, задумываются, исследуют, моё не моё, это как бы, а есть, как бы я тоже на ютубе периодически листаю каналы, есть такие, которые я бы не разрешала детям смотреть. И, ну как бы, я не знаю, эта тема у нас будет или нет, но вот то, что я наблюдала, действительно, есть проблема, что принимают ЗГТ до обследования врача и даже до постановки диагноза. Более того, это касается у нас, ну я не знаю, как вот то, что я там видела в сети, и в частности, среди некоторых известных личностей, которые открыто говорят в Украине, это даже вот открыто заявляют, что начинают сами. Это, в принципе, проблема поднимается в Элверде, в Транспэринге. Большая проблема. Да, эта проблема поднимается, это есть. И как бы вот здесь это как бы... Эта проблема глубокая, и у нее, на мой взгляд, есть различные причины. Одна из причин, это то, что транс-люди переживают, что они не получат справку, если они не будут выглядеть достаточно соответствующей своему полу, которому они себя воспринимают. О, дождь. Ну да ладно. Это очень большая проблема. Очень большая. Другая проблема, это то, что они никак не дождутся, то есть они приняли решение для себя, что им нужен транс-переход, а их тормозят очень сильно. Вот эти все очень сложные процессы. Ну я знаю лично человека из своего города, который начал переход здесь, но он сделал, он соблюдал все инструкции, тогда у нас было обязательно обследоваться в психиатрической, и он обследовался, лежал две недели, все, и после этого, ну то есть у него все было по инструкции, потом он уже, и вот к вопросу ты озвучивал, да, про страны, про терпимость, многие знакомые, опять вот в частности из моего города, двоих я знаю, те, которые сделали трансгендерный переход, и они уезжали. То есть либо это Россия уезжали, либо Нидерланды, то есть потому что здесь, ну, в основном не остаются здесь. из-за операции ты имеешь в виду? Нет, потому что, а жить дальше, как здесь? Я из маленького города, я тебе же объясняю, у нас люди, вот я опрашиваю, там, цисгендерные не знают, и термитрансгендерность не все, поэтому как бы уезжают в более те города, где они могут быть свободные, ну, не так переживать там за это, поэтому есть такое мнение. Ну, или скрываются, живут в стелф, это такое понятие, то есть скрываются. Да, ну, в основном, кого я знаю, стараются уехать, и это касается в принципе ЛГБТ, это не этот, но особенно, да, трансгендерных людей. Я прочитаю комментарии, знаете, очень у многих людей есть предположение, что человек не имеет силы воли, чтобы проигнорировать голое тело другого пола, типа, если мне нравятся девушки, я увижу женское голое тело, то все. Понимаешь, вот смотри, вот ты как бы, вот про триггеры мы говорили, вот у некоторых людей это триггерит, проблема там женского насилия с учетом патриархата, она есть, она еще осталась, не выветрилась про вот эти все в наших постсоветских странах так точно. Поэтому у многих триггерит свое, это просто надо учитывать, но это не повод осуждать, потому что они тоже могут иметь свои травмы. Я вообще считаю, абсолютно не нужно осуждать, тем более людей, которые, увидев голое тело, ну, шокированы. Что значит осуждать? То есть у человека будет там травма. То есть это не то, что он там, никто же не виноват в том, что у него случается травма. Это из-за того, что у него определенное было воспитание. И для того, чтобы дальше, в будущем, у наших детей не было этих травм, я считаю, что детям, детей не надо уберегать от голых тел. Я считаю, что голое тело, это очень естественно. Тут вот, кстати, вот об этом пишут, я ходил в детсад, и нас всю толпу в двух-трех лет так садили на горшки толпой. Мальчик и девочка никто с ума не сошел. Да-да, я тоже помню, что когда я первый раз ее видел, пеницы у мальчиков, и понял, что почему-то я не такой. Люди же не просто так начинают сами. Что начинают, не понял. Наверное, это просто ЭТ было. А, да-да-да, потому что у них гендерная дисталия. Нет, это да, но просто тоже, Дим, есть моменты, когда я смотрю, 17 лет человек, в Ютубе у него канал, он принимает гормоны сам, 19 лет, ты смотришь, у него уже видео обратного перехода, и он принимает другие гормоны, истории. Это неоднократные. Я же вот периодически захожу, просто отслеживаю разные точки зрения, понимаешь? Да-да-да. Тут я предлагаю ориентироваться на... Тут надо просветительскую деятельность всех, и тем более транс-людей, которые сталкивались, и хорошо, вот как у тебя был эфир, я озвучивала, я повторю, поднимать вопрос детранзишена, те люди, которые подходили, почему, что за этим было, как бы подходить к этому не просто, как бы, ну, серьезно. Давай, я сейчас отвечу насчет детранзишен, но дочитаю комментарии, а то мы уйдем в другую, новую тему, которая очень-очень важна. Так, то же самое половое воспитание. Моя племянница 4, она знает, что у мальчиков есть пенис, и знает, как это называется. Да, это я считаю важно. Знает, как называются ее половые органы, и есть такая штука, как правило трусиков, что объясняет неприкасаемость данной зоны. Окей. Вот именно, да, я совершенно согласен с этим, и вот у нас сын, у меня с моей женой, мы, ну, решили, что мы не будем пенис называть каким-либо другим словом. То есть там, пенися, вообще ужасное слово, я считаю. Уже есть такое слово. Да, и оно очень распространено, очень. Потому что люди стесняются, боятся называть органы своими именами. Это пенис, там, вагина, и так далее. И если ребенок в какой-то момент сам говорит, что нет, я не хочу там, пенис, я хочу вагину, то есть, ну, вот это вот первый момент, когда надо задуматься как родитель, а не говорить, нет, 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 ты же мальчик. Ну, это другое, да, но это важно, вот, потому что, если мы не называем то, чего нельзя называть, и не говорим с ребенком о том, что вообще везде бывает, то мы создаем запреты, и таким образом может потом случиться право. Ну, все равно, когда маленькая девочка видит половой член взрослого мужчины, это не те пенисы, которые она видит в детском саду мальчиков, то есть, это плюс индивидуальные всякие вещи, восприимчивость человека, есть же тоже разные. Ну, это же, ну, что такое пенис? Это просто сосиска и мошонка, это просто два яйца висят. Что в этом такого? Вот, вот, это тебе, а вот ты поговори с теми, у кого в этом месте травма, и ты узнаешь, понимаешь? Нет, для ребенка, для ребенка еще никакой травмы не создалось. Нет никакой травмы. Нет, для двухлетнего ребенка ничего он не заметит. А для школьника скольный возраст. Подожди, а если для двухлетнего ребенка ничего страшного, для этого же ребенка в 3 года это страшно? Нет, в 3 нет. А если мы берем школьный возраст и при пубертатной, да, это может быть. А что произошло между тремя и семью годами у этого ребёнка, если он каждый день ходил, не каждый день, но раз в месяц ходил, например, со своими родителями в сауну, где он видел всё. Смотри, есть же разные вещи. Стыд. Стыд формируется в возрасте. У двух-строклетних детей нету стыда. Он дальше включается. Там 4, 5, 7. И там уже зависит от того, что в семье. Какой ребёнок. Какой ребёнок в принципе. Есть дети в принципе всё равно. А есть дети чувствительные ко всему. И вот те, у кого повышенные чувствительности, дети, они могут, их может всё, они воспринимают. Это так же, как звуки, гроза. Интересные воспринимают по-разному. Я допускаю абсолютно, что в этом ты больше разбираешься, чем я. Я не педагог, и не психолог, и не воспитатель. Но я думаю, что для каждого ребёнка есть способ объяснить, что пенис — это не страшно. Если сохранён контакт с родителем, но не у всех сохранён, и возьми постсоветское пространство. Да, да, да. Текста вообще не было. Не было. О чём говоришь? О чём важных, может быть, так. Так, в этом фишка есть. Если есть половое воспитание, то это и про психологию. Она может транслюдям понять себя, поможет понять себя, и не транслюдям не понимать себя, не понимать себя как трансов. И поэтому это должно быть частью воспитания. С самого детства, наверное. ой, так. Согласна с этим. Я работаю с детками четырёхдесяти лет, и родители иногда перекидывают рассказ о сексе на меня. И если ребёнок не знает разницы, МЖ, то им сложнее. Вот я, например, считаю, что... Вот у меня такая гипотеза, что если ребёнку... Вот мне... Я о себе буду говорить. Если бы вы мне с самого детства говорили, есть девочки, есть мальчики, а есть транс-девочки, и есть транс-мальчики. Есть ещё интер... Но поскольку меня не касается, я сейчас это оставлю. И я бы... И мне бы объяснили, что это такое, то я бы понял, что если я вижу это тело, и я чувствую, что у меня тело должно быть вот это, то я понимаю, что это транс, что я транс-мальчик, и это так же, окей, как мальчик или девочка, то это бы невероятно сбавило мою гендерную дисфорию. Это бы просто дало мне понять, что я не какой-то не такой, а я часть этого человечества, которое очень разнообразно. Что ты думаешь об этом? Про детей? Да. Ну вот если я правильно поняла, как ты озвучиваешь, да, когда ребёнок говорит, что озвучивает, что я не хочу, мне не нравится. То есть переубеждать его? Нет, это, конечно, бессмысленно не надо. Как родителям, если это наблюдать на предмет, есть же, да, вот там, ну в МКБ-11 оно будет, в МКБ-10 я не помню, как там есть или нет, да, гендерная дисфория именно детского возраста, гендерное несоответствие. То есть брать, наблюдать, то есть ну вот как бы анамнез, насколько это что-то случилось. И ещё надо уточнять, то есть как, что, то есть мягко эту тему поднимать, как вообще ребёнок. Просто, ну, грубо говоря, знаешь, собирать анамнезы, наблюдать, а ребёнку говорить, что просто задавать вопросы, не надо ему говорить, что с тобой что-то не так, ты должен, этого не должно быть. Да. А почему? А что тебе нравится? А что тебе не нравится? То есть задавать вопросы, чтобы собрать, мало ли, может, может, это ребёнку просто кто-то навешал, что это плохо, а это неплохо. Не знаю, ну, у вас может нет, но вот если взять наше, да, постсоветское пространство, могут навешать, что это плохо там, ну, особенно кому-то, ну, не знаю, член это плохо, а вагина это хорошо, кто-то, ну, мало ли, кто-то рассказал, ну, всякое же бывает. В садиках травмированный человек, наверное. Да, да, ну, вот мало ли попался, кто-то травмирован, или он был свидетелем разборка, ну, бывает, смотри, я не знаю, ну, как бы слышал ты или нет, но я знаю, есть семьи, ну, вот особенно, когда злоупотребляют алкоголем, и начинают, особенно у которых на почве секса проблемы, и когда начинают, женщина, мужчине, мне вот это твоё не надо, да вообще убери твоё, понимаешь, вот эту атмосферу, то есть, когда они объясняют, а ребёнок слышит, что половые органы, это плохо. Плохо. И поэтому надо прояснять, то есть, если он нигде не слышал, если вот мягко, то есть не было ничего, то просто как бы это слушать, и возвращать, ну, не надо говорить ребёнку, ты должен или не это, а вот задавать вопросы, как бы ты хотел, а что бы ты хотела, почему. Ну, вот это, это, поэтому нам нужно много хороших, понимающих, разбирающихся, да, и трансфрендли психологов, которые будут вот это всё узнавать, то есть узнавать, а как ты себя чувствовал в детстве, чувствовала и кем, и помнишь ли ты ситуации, где, может быть, кто-то сказал, что пенис, это плохо, что-нибудь такое, или вообще, что-то случилось, если ничего не случилось, Тем более же бывают ситуации, когда там девочка начинает просто писать стоя, да, на уровне, как бы, на рефлексах, и ей получается, ей нравится, и просто как бы тоже это наблюдать, не надо её переучивать там это, а просто наблюдать, что и как. Но можно спросить, почему она это делает? Ну, нет, я же говорю спросить, да, но не с тем, что ай-яй, ты шо, нельзя, так, нет, без этого. Да, 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 ты же девочка, девочки себе писали. Не, вот эта фраза, ты же девочка, ты же мальчик, даже берём чисто вот, берём, допустим, цизгендерных мальчиков и девочек, нельзя это говорить. Стереотипы, это отдельная тема, это отдельная проблема и боль. Марин, я посмотрел на часы, уже осталось 3 минуты для стрима, а у нас ещё тема депранзишн. Скажите, зрители, вы хотите, чтобы мы продолжили дискуссию, потому что у меня ещё, и вообще, Марин, у тебя есть время? Пока есть. Если мы продолжим. Значит, насчёт, насчёт депранзишн, я бы сказал, и насчёт, вот, ошибочного, да, перехода, это и есть депранзишн, тема, и ещё, так, что у меня ещё, насчёт того, что, ох, вот эта там ужасная вещь, написано в эссе у Роллинг, что 60-90% тинейджеров перерастаются в гендерную дисферию, это невероятный миф, но она, это делает прямо стейтмен, что это правда, и опирается на это. Я бы об этом сказал пару слов, вот, и инструирующий, а, инклюзивный, инклюзивный язык, о, да, вот это ещё тема, вот эти вот три вещи я бы ещё обсудил. Так, я вижу, двое сказали, да, напишите пару плюсиков, если интересно, гром гремит, вот, и мы в любом случае запишем стрим, я нажму на кнопочку записать, вот, и просто начну новый стрим, когда этот закончится. Да, ну давай просто продолжим, да, сейчас посмотрю, сколько тут времени, а, сейчас ровно, давай тогда я сейчас закончу, чтобы оно не оборвалось, и мы заново начнём. тогда не переключайтесь, оставайтесь с нами, после небольшой рекламной паузы мы вернёмся.